Когда только ввожу любую дозу алкоголя в свой организм, у меня возникает эффект тяги. Эту тягу я не могу преодолеть никакой силой воли. Я не могу контролировать употребление спиртного. Как только я начинаю его пить, я уже не могу остановиться. Они просят не показывать их лица. Все встречи проходят на условиях анонимности. В анонимную группу с символическим названием «Феникс» приходят люди, чьи жизни едва не оборвала пагубная страсть к спиртному. Они общаются, пьют чай, слушают друг друга и помогают не сорваться. Василий, алкоголик, здравствуйте. Привет, Василий. Меня зовут Татьяна, я алкоголичка. Привет, сэм. Привет. Свою последнюю рюмку Татьяна выпила 10 лет назад. Употреблять начала, потому что было весело, признается женщина. Потом мнимое веселье вошло в привычку, которая едва не разрушила семью и не оборвала жизнь женщины. Люди думают, что алкоголь – это антидепрессант. На самом деле это очень сильный депрессант в обратную сторону. То есть после употребления все эти эмоции, боли они накатывают просто с новой силой. Если бы я не встретила анонимных алкоголиков 10 лет назад, возможно, судьба бы моя была печальна, потому что на самом деле алкоголь он убивает. Сейчас Татьяна вновь обрела вкус к жизни, много путешествует, побывала уже в 10 странах и не собирается останавливаться. А еще помогает таким же, как она, зависимым, которых в крае, к слову, стало в разы меньше. За последние 5 лет количество больных алкоголизмом уменьшилось на 25%, а смертность от острых отравлений алкоголем почти на 30%. Хорошо работает профилактическая работа у нас, потому что информирование пациента, знакомство с проблемой и уже понимание того, что пить пиво каждый день – это опасно для здоровья, оно уже дает положительный результат. И вот мы видим это и в учетности. Сейчас в крае почти 28 тысяч алкозависимых. Правда, это лишь верхушка айсберга. Те, кто стоит на учете в наркодиспансере, говорят медики. На самом деле цифра гораздо более масштабная. Во многом потому, что большинство отказываются признавать свой недуг. А ведь первый шаг к излечению прост, считают врачи. Сесть за стол к своим единомышленникам, где тебя ждут и всегда готовы помочь. Многие думают, что 100 граммов за ужином ежедневно – это нормально и не вредит здоровью. Медики говорят, что стакан спиртного – это месячная норма и выпивая ежедневно по чуть-чуть, мы рискуем в лучшем случае попасть в общество анонимных алкоголиков. В худшем за нас выпьют друзья на поминальном обеде. Валентина Аскерова, Николай Шилко. Наши новости.